Все, все в порядке, все в полном здравии. Мы все готовимся к длинной серии и надеюсь, что во втором матче мы уже поработаем над мелочами, над деталями, которые решают исход противостояния и борьба будет упорной. Привет! Лапши нет на ушах? Но начнем с главной новости. Артем Зуб из Оттавы поразил ворота Карри Прайса из Монреаля. Уже трудно представить защиту столичного клуба без воспитанника Хабаровского хоккея. Жаль только, что его команда проиграла. Сегодня в КХЛ состоятся еще 4 матча первого раунда плывов, а вчера был праздник в Магнитогорске. Хотелось бы, чтобы так продолжалось всю серию, но это уже вряд ли. Уже кто-то обвиняет Илью Воробьева в том, что он не угадал с вратарем, выпустив Василия Кошечкина. А мне кажется, что он наоборот сознательно пошел на этот шаг. В феврале было очевидно, что основной вратарь Юха Алкинуора. Он лучше, быстрей, энергичней. С ним обыграли Акбарс и Витязь, когда подмосковный клуб еще бился за очки. Если бы в запасе был любой другой вратарь, то Финн бы вышел в стартовом составе с Борисом. Но рядом-то Василий. Это сложный человек, ветеран, который бы, оставшись в запасе, потом выражал недовольство тем или иным способом. Воробьев все это предвидел. Тренер прекрасно понимал, что поражение в первой игре не изменит серию и поставил Василия. Теперь можно выдохнуть. У Кошечкина нет аргументов, чтобы ворчать. Да он и не будет этого делать, иначе придется объяснить шайбу от Дица, а также странный процент отраженных бросков 83,3. А отныне основной Алкинуора. Ему отвечать за результат, ему нести основную нагрузку. Василий, конечно, свой шанс еще получит. Или нет. Но тут главное, чтобы Воробьев никакой ошибки не допустил и все правильно сделал. Борис в этой встрече оставил приятное впечатление, но с защитой надо что-то делать. И еще один момент, поразивший до глубины души. Арбитрам не объяснили, что в плей-офф люди бьются. Но 2 плюс 10 про Хоркину за удар плечом в плечо – это уже чересчур. Так работать нельзя. Динамо понадобилась всего лишь одна шайба, чтобы переиграть Северсталь. Отметим голкипер московского Динамо Александра Еременко. Кажется, он собрался играть еще 40 лет. Забавная примета. Как только у минских динамовцев начинало что-то получаться в матче против СКА, они непременно оказывались в меньшинстве. Удивляло и то, что происходило в Балашихе. Матч между авангардом и автомобилистом получился самым скучным во вторник, но претензии по этому поводу можно предъявить только гостям. Команда Боба Хартли действовала в своем стиле, она вообще ничем не удивила. Но гости-то где? Если Билл Питерс кому-то обещал, что плохой регулярный чемпионат – это лишь подготовка к плей-офф, то пока он всех обманывает. Я видел вместо игры фигурное катание, в котором участникам не удавалось показать никаких трюков, так как в самый нужный момент им просто не давали ничего сделать. Команда из Балашихи все контролировала, все предугадывала и гостям повезло, что у Ковальчука еще был плохой день. Но больше поразило то, что происходило после сирены. Пресс-конференция тренера гостей и слова «Все в порядке, готовимся к длинной серии». Североамериканский тренер просто всех водит за нос. Или он про серию с следующего сезона? У Питерса дорогой защищенный двухлетний контракт. Говорят, что он уже начал формировать тренерский штаб и сделал предложение Беллина из Металлурга войти в него. Есть информация, что и в Екатеринбурге окажется много игроков из Северной Америки с нужными паспортами, чтобы не считаться легионерами. А в нынешних хоккеистов он не верит, что доказывал своим поведением во время чемпионата. Но не слишком ли дорого заплатили в Екатеринбурге за целый сезон? И почему Питерсу опять кто-то верит, что в чемпионате 21-22 у него обязательно все наладится? Перенесемся за океан. Евгений Кузнецов провел полноценную тренировку и вероятно сегодня сыграет против Бостона. Конечно, это будет не такой веселый матч, как в Магнитогорске. Но что же теперь на лед не выходить? И последнее. В ВХЛ определились еще два участника следующего раунда плывов. Металург из Новокузнецка разгромил фармклуб ЦСКА-7-2. Вышел в следующий раунд и химик из Воскресенска. Скоро они получат подкрепление из Спартака. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok